Всем привет! Приближается Новый год и вы наверняка задумывались о том, чтобы такого приготовить на праздничный стол. И я тоже, конечно, очень сильно люблю оливьешку, но все-таки хочется немножко как-то разнообразить. Тем более, последние несколько месяцев я работаю с диетологом и очень прониклась темой правильного питания, поэтому сегодня я хочу вам предложить два рецепта. Первый это будет закуска, и второй это салат будет. И все рецепты, которые я вам буду показывать, это будут ПП-шные рецепты, то есть из правильного питания. Давайте приступать, начнем мы, наверное, с закуски. И, кстати, не забудьте подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали, потому что на следующей неделе я буду показывать вам основное блюдо и десерт. Сегодня будет такое легкое начало. Для того, чтобы приготовить нашу закуску, нам понадобится моцарелла, также нам понадобится несколько помидоров, одна фиолетовая луковица, и, в принципе, это все для основы. И дальше для соуса нам понадобится какая-то зелень, я буду использовать петрушку, и также оливки, бальзамический уксус, дижонская горчица, обычный перец черный, оливковое масло и даже несколько, у меня тут зубчиков чеснока. Первое, что мне нужно сделать, это нарезать колечками помидоры и моцареллу. Я буду резать довольно тоненько, у меня нет каких-то профессиональных инструментов, но, я думаю, большинства из вас тоже их нет, поэтому просто делаю то, что есть у меня на кухне. Беру еще один помидорчик и нарезаю это все колечками. Цветонос я потом вырежу, это достаточно просто сделать. То же самое мы сейчас будем делать и с моцареллой. Тоже режем все маленькими колечками, по тому же принципу. Теперь главная наша задача аккуратно все это выложить на тарелку. Для этого мы будем чередовать помидорку с нашей моцареллкой. Нехитро мудрый способ такой, но тем не менее этим мы сейчас будем заниматься. В зависимости от того, насколько у вас много ингредиентов, вы можете плотно их раскладывать или менее плотно раскладывать. Смотрите, как у вас получается. У вас должно получиться что-то вроде этого. Теперь моя задача это нарезать этот лук. Вообще по рецепту его нарезают довольно-таки мелко, но я ненавижу чистить лук, я ненавижу его нарезать, поэтому я для этого буду использовать блендер. И сейчас я просто почищу эту луковицу, а потом в блендере это все очень мелко размалю и будем дальше все готовить. Берем этот лучок, загружаем в кухонный кумбайн, закрываем и никаких нам слез. Теперь берем наш измельченный лук и слегка просто посыпаем, довольно хаотично мы это делаем, просто для придания немножко вкуса. Даже не обязательно целую луковицу измельчать, достаточно совсем небольшого кусочка. И это тоже выглядит, кстати, довольно красиво. Теперь самое время приготовить соус. Для этого мне понадобится блендер, который я уже подготовила. И давайте сейчас покажу, что вам нужно делать. Изначально берем оливковое масло и нам понадобится 100 мл. У меня здесь есть такая маленькая штучка для измерения. 40 раз, 80, 100 мл. оливкового масла. Также туда мы берем 1 ложку чайную дижонской горчицы. Отправляем в блендер. Самое время взять бальзамический уксус. И его нам потребуется 1 столовая ложка. Я возьму 2 столовые ложки оливок. Теперь возьмем пучок петрушки. Я беру на глаз. Где-то столько нам, наверное, хватит. И тоже туда отправляем. Не забываем бросить наш чесночок. И все это немножко сверху еще приправим базиликом. Опять-таки на глаз. По-моему, отлично. Единственное, что я еще хочу сюда добавить, это немножко соли. И последнее, что я делаю, это, собственно, приправляю то, что у нас уже готово. Стараемся делать это максимально красиво. Не уверена, насколько красиво это у меня получится. Но вы уж тут постарайтесь. Последний штрих. Смесь из 5 перцев. Ну, вот и все буквально за несколько минут мы приготовили с вами очень интересную закуску. Мне кажется, она отлично пойдет перед главными блюдами. И теперь давайте приступать к нашему салату. Переходим к салату. Для того, чтобы его сделать, нам понадобится, конечно, разная зелень. В первую очередь, это помидоры, огурец, один авокадо. Также нам понадобятся листы салата. Вы можете выбирать любые, которые вам нравятся. Лук-порей. Нужна будет также нам брынза. И украшать все это дело мы будем гретками собственного приготовления. С них давайте начнем. Первое, что я буду делать, это обрезать кожуру. Вернее, не кожуру, а корочку. Теперь, что вы можете сделать? Вы можете их разорвать руками, можете красиво нарезать кубиками. Как вам нравится больше. Я попробую, наверное, все-таки нарвать их. И буду постепенно их выкладывать вот так вот на противень. Кусочки абсолютно разной формы должны быть. Мне кажется, это будет интереснее даже вырезать потом, когда вы будете украшать. Теперь, что нам нужно сделать? Это сбрызнуть все это дело оливковым маслом совсем слегка. И здесь вот я приготовила орегано и базилик. Сюда также отлично подойдет тимьян. Но я возьму немножко орегано и тоже приправлю все это дело. Теперь все это дело нам нужно отправить в духовку. Я поставлю где-то градусов, наверное, на 180. Следующий наш шаг это нарезка овощей. Начинаем, наверное, мы с помидоров. И так же, как и в предыдущем рецепте, все это будем относительно мелко нарезать. Я сейчас вот делаю колечки. Потом из них сделаю вот такие вот кубики. Приблизительно одинакового размера, чтобы они были. Помидорки у нас готовы. Выкладываем их пока в тарелочку. И приступаем к огурчикам. Огурец я буду нарезать просто колечками. Огурчик отправляем туда же, в ту же тарелочку. Пока он у нас будет ждать своего часа. Теперь приступаем к авокадо. Я сначала буду его очищать. Я люблю это делать картофель. Такой штукой для очистки картофеля. Если авокадо спелый, то его можно просто, в принципе, на две части разрезать и потом ложкой поставить. Ну, для меня всегда был более удобен именно этот способ. Авокадо из этого всего я люблю больше всего, поэтому его я буду нарезать целиком, не жалея, так сказать. Потому что, ой, уж очень сильно я люблю авокадо. И все салаты с авокадо обожаю просто. И снова берем все это дело и кладем в нашу общую мисочку. Чуть позже мы к нему вернемся. Теперь возьмемся за лук-порей и его я сначала отрезаю, вот ту часть, которая у меня подвяла. А потом вот так вот перпендикулярно, буквально немножко нужно нарезать. Нам не очень много этого лука нужно будет, поэтому буквально немножко нарезается. Такими вот колечками. И позже это тоже все пойдет в наш салатик. Намечательный. Последнее, что я хочу сделать, это взять вот эту прыгну, которую я приготовила. Мне здесь кубик, грамм, наверное, может быть 80 здесь, ну, максимум 100 минут будет. И опять-таки наша задача просто порезать его мелкими кубиками. Это добавит интересный и более соленый вкус нашему салату. И отлично, мне кажется, будет сочетаться. Вот и пришло время собирать салат. Для этого я буду брать листья салата и в самый низ блюда, вернее, тарелки, куда вы будете это все выкладывать, я его нарубаю такими разными кусочками. Делаем теперь ракировку. Все наши ингредиенты перемешиваем здесь сначала. И легкими движениями мы начинаем все это выкладывать сверху на листья салата. Также не забудьте про лук-порей. Брынзочку нашу замечательную, которую мы так старательно нарезали. Ой, все выглядит уже не столько аппетитно. Я уже бы с удовольствием сейчас на это все набросилась, тем более я еще не обедала. Поэтому для меня это слишком аппетитно даже сейчас уже начинает выглядеть. Солим наш салат по вкусу. Я совсем слегка посыплю его сверху. Теперь самое время посмотреть на наши гренки, потому что, скорее всего, они уже приготовились. Да, мне кажется, это как раз идеально то, что нам должно было получиться. Но перед тем, как мы будем гренками украшать, нам нужно все-таки заправить наш салат. Вы можете сделать заправку из оливкового масла, чеснока, возможно, еще что-то вы захотите добавить, какие-то приправы, базилик, тимьян, что угодно, в принципе. Я же буду довольно просто делать, просто сбрызну сверху все это дело оливковым маслом. И все, что мне теперь останется, это только украсить нашими греночками сверху этот салатик. Выглядит просто потрясающе. Я уже готова на него наброситься. Ну и давайте закончим. Слегка еще присыпем это все базиликом. И также я сюда еще добавила смесь перцев. Буквально чуть-чуть. Ну вот и все. Я очень надеюсь, что эти рецепты вам понравились. Мне безумно нравится каждый из этих рецептов. Я с удовольствием сделаю их на праздничный стол. Буду с удовольствием их есть. И в то же время приятно еще осознавать то, что это полезные продукты. То есть это правильное питание. Мы не используем ни майонез, ни какие-то уже готовые заправки, которые для нас ничего хорошего не приносят, кроме ожирения. А именно все свежее, все классное. И в то же время, если вы будете это кушать, то можно не переживать, что вы будете поправляться. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить мне палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, так как на следующей неделе будет основное блюдо и десерт. И я увижу вас в следующих своих видео. Пока! Пару месяцев назад снимала, до того, как я начала пользоваться этой сывороткой. И у меня все лицо какое-то более обуловатое, что ли. Вот эти морщины на шее были довольно впалыми. Я бы сказала, что они были слишком явными, даже учитывая то, что мне там не 40, не 50 лет. Честно вам признаюсь, что сегодняшнее видео, наверное, для меня самое сложное за все время, что я делала видео о правильном питании и похудении. Потому что на этой неделе это, наверное, впервые. И...